Всем привет! Меня зовут Тимофей, я преподаватель онлайн-школы Pixel. В этом видео мы создадим собственный самолет в Roblox Studio. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Давайте начнем создавать наш самолет. Для этого мы должны добавить специальный вид блока. Vical Seed. Он предназначен для использования в разных транспортных средствах. В параметры данного блока записываются показатели клавиш, нажимаемых игроком. Благодаря этому нам будет удобно использовать данный блок для управления. На наше сидение мы добавим объект Attachment. Этот объект служит как крепление или условная точка, которая понадобится нам в дальнейшем. Далее на сидение добавим скрипт. На него добавим объекты Angular Velocity и Linear Velocity. В переводе угловая и линейные скорости. С их помощью мы сможем воздействовать на наш самолет. Линейная скорость будет отвечать за прямолинейное движение. А угловая скорость поможет нашему самолету совершать повороты. Давайте настроим данный объект для правильной работы. Зажатой клавишей Shift нажмем на первый и второй объект. Таким образом мы выделили их оба. А в окне Properties будут показаны лишь общие для них параметры. В параметре Attachment мы нажимаем на пустое поле. И появившимся кусором нажимаем на одноименный объект в сидении. Теперь данные силы будут действовать на блок относительно этой точки. Также в параметрах MaxTorque и MaxForce, ограничивающих воздействие силы, установим в лимит на бесконечность. Для этого достаточно написать много девяток. И получившееся число автоматически будет считаться за бесконечность. Теперь настроим параметр RelativeTo, только у компонента LinearVelocity. Теперь линейная сила будет прикладываться к сидению лишь относительно нашей точки. То есть без учета передвижения относительно остальной карты. Все объекты готовы, и мы можем приступать к написанию скрипта. Рассмотрим его подробнее. Вначале определим переменную и передадим ей наше сидение. Далее, получая его параметры, мы будем управлять нашим самолетом. В остальные переменные запишем параметры скорости, скорости подъема и максимальной высоты. Меняя значение в этих переменных, мы можем задавать разные параметры нашему самолету. Цельки While мы пользуемся функцией Task.Weight для задержки. Таким образом, наше управление будет обновляться 60 раз в секунду. Управление нашим самолетом заключается лишь в изменении параметров линейной и угловой силы в параметрах соответствующих объектов. В параметры угловой силы мы просто передаем направление, в котором значение Y умножается на показатель STIR, то есть поворота нашего руля. На данный показатель влияют клавиши A и D. Показатель Throttle может иметь значения минус 1, 0 и 1, в зависимости от нажатых клавиш V или S. В условиях мы проверяем состояние показателя Throttle, и в зависимости от него либо передаем в линейную силу направление с параметрами подъема и скорости. В случае, когда пользователь не нажимает клавиши управления, то есть Throttle имеет значение 0, мы не передаем показатель подъема, и самолет летит на одной высоте. Далее в условии мы проверяем, не нажимает ли игрок на газ и находится ли наше сидение на земле. От показателя Y нашего сидения вычитаем половину его высоты, так как точка отсчета находится в центре сидения. Если условие истинно, мы изменяем параметр силы 0 по всем осям. Таким образом, наш самолет остановится, как только сидение коснется земли. И в последнем условии мы сравниваем высоту нашего полета с максимальной. И при истинном условии прикладываем обратную силу, ограничивая высоту нашего самолета. Теперь мы можем протестировать нашу основу самолета. Теперь, когда основа для нашего самолета готова, мы можем создать корпус с помощью твердотельного моделирования и объединить его с основной частью в модель. После того, как вы объединили сидение и корпус в одну модель, необходимо выбрать корпус и во вкладке модель и списка крейт выбрать вилд, после чего выбрать деталь сидения. Таким образом, две детали будут связаны и не отделятся друг от друга. Таким же образом, мы можем соединить и мэш парт из стулбокса полетом. Если хотите знать больше о программировании в Роблокс, записывайтесь к нам на курсы, и мы вас всему научим. Чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, а также подписывайтесь на наш Дзен. На этом все, встретимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok